мы собираемся с майква и едем другой мир открывает ребят сразу у нас сегодня вообще другой мир для нас открывается все атрибуты таиланда такси айгуль кушает тайский рис с морепродуктами так все играет русская музыка вроде все правильно да проблема в этом одолжите деньги кто никому там это видео снимает пусть мне пришлют пишите деньги очень подстричь перекраситься нормальный свет адрес да у нас в общем этот блок бедных гидов номер карты сбрось номер карты я сейчас подождите смотрите три карты вы можете скинуть у этого бедного человека три карты вы бросаете на любую из него сейчас нет ни на одной денег а нет на это уже срок годности прошла вот на эти две можно а то не кидайте ребят потому что она тайская украинская да в общем помогали всем рожим делом бедных людей дает займой 40 баттон на кокос татарка еще одна кокосик нам еще сейчас сделают и мы прям будем настоящие отдыхающие жаркую погоду днем наконец-то всего 40 бат такое удовольствие холодненькие 40 бат это где-то ну грубо говоря 70 рублей это очень низко цена на самом деле то что в ресторанах это стоит порой 100 бат сто двадцать бат как бы совсем не айс а тут налогами без налогов майкл и здесь в аэропорт уверена возвращает так такси 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 что-то здесь тоже нормально да уху Вадикап! Вадикап! У нас уже друзья? Мы сегодня такие красивые, что просто я не могу вас не включить! Конечно, у нас выходной! Мы всегда красивые! И было же туда, кто стал работать, чтобы посмотреть, как мы живем! Да, вот так вот бывает иногда! Вот в таком чудесном месте мы решили остановиться, с большим шикарным длинным бассейном, который выходит на шикарный вид. Пляж Катаной. Короче, в топку это фотоотель. Они просто... Вот что есть минус в Таиланде, это их какое-то неправильное понятие бизнеса, маркетинга. Они могут заработать деньги, но они почему-то хотят, ну, как-то, знаете, отжать по максимуму. Они просят две тысячи бат с человека за то, чтобы просто купаться в этом бассейне. Да, есть куча других альтернативных мест, где можно намного меньше заплатить, не платить за само купание, а, допустим, оставить депозит, что мы сейчас и сделаем, мы пойдем в кафе Дель Мар, проверенное место, где ты просто платишь три тысячи бат за лежак, и эти три тысячи бат ты еще используешь на еду. то есть депозит просто-напросто. Ну, если свыше, соответственно, доплачиваешь, и ты используешь всю территорию. Здесь поэтому нет ни одного человека. Тайцы. Порой их вообще просто не понять. Мы таки доехали до кафе Дель Мар с этого ужасного фотоотеля, который был прекрасен до того, пока нам не сказали, что там две тысячи бат надо с человека платить, чтобы просто покупаться в их бассейне. Мы сейчас находимся, наверное, в одном из самых крутых мест Пхукета. Это кафе Дель Мар, где ты можешь просто заказать себе коктейли, сидеть в баре, или ты можешь купаться в бассейне, но тебе нужно купить лежак три тысячи бат, но которые ты будешь использовать, кушать на них и пить. Все это находится здесь. Сменим. Находится это место на Камале, открылось не так давно, сколько? Месяца 30. На Новый год. Ну где-то меньше года, 8 месяцев вот такое шикарное место открылось здесь. Мы доехали. отдыхаем как настоящие белые люди наконец-то имеем первый за лето свободный день когда все можно выбраться и просто отдохнуть ничего не делая почти забыв о работе почти но не совсем коктейли здесь просто ошеломительные и сногсшибательные это уже после третьего коктейля ты начинаешь чувствовать ну и конечно музыка хоть здесь и стройка до сих пор идет и местами еще слышны работы но это не мешает отдыхать отдыхать очень круто а Всем здрасте, кафе Дель Мар и вот этот замечательный лебедь приветствуют вас, очень тяжело управлять им, можно в любой момент просто упасть, но я вроде поймал баланс. Я даже не знаю, что еще с ним сделать. Ну ладно, хорошего помаленьку, надо падать, это все. И честь знать. Все, давайте. Это не моя нога. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok